Всем привет, с вами Артём Бёрдман и канал Art of Visual Orgasm. В этом ролике я расскажу о способах съёмки кино. К сожалению, далеко не все знают об этих способах и нередко снимают как попало, затрудняя монтаж, работу актёров и вообще сильно ударяя по фильму. И чтобы всего этого не допустить, нужно обязательно знать пять основных способов съёмки кино. Первый из них — это мастер сцена. Это самый простой, но важный метод съёмки кино. Его смысл состоит в том, что вы снимаете всю сцену одним общим планом, чтобы охватить все события сцены. Преимущество этого метода в том, что вы получаете один шот, который покрывает всю сцену, а это значит, что сама сцена уже снята, поэтому мастер-план обычно снимают первым в КПП. Всё дело в том, что если вы вдруг не успеете снять другие кадры, то у вас всегда есть целая сцена, снятая одним куском, и она соберётся у вас в монтаже, пусть и из одного кадра. К тому же, снимая такой общак, первым вы дальнейшие кадры подстраиваете под него, что упрощает проблемы со связностью. В сложных сценах, где происходит много событий и много передвижений по мизансцене, и одним кадром всё охватить не получается, то сцену можно разбить на несколько мастер-планов, и особенно желательно, чтобы они ещё как-то монтировались между собой, если есть такая возможность. В качестве примера съёмки мастер-сцены можно привести Рому Альфонсо Куароно, который построен на таком способе съёмки. За счёт такого метода Альфонсо почти в каждом дубле мог давать и давал, собственно говоря, новые указания актёрам, и таким образом все дубли были разные, и любой по желанию режиссёра можно было бы выбрать финальный монтаж, так как сцена снята всего лишь одним дублем с помощью общего плана. Второй метод — это покрытие или охват. Это самый основной и главный способ съёмки кино. По сути, покрытие продолжает мастер-сцену, которая является его составляющей. Смысл покрытия в том, что вы снимаете сцену с разных точек съёмки, чтобы на монтаже затем создать ощущение целостности. Сразу хочу сказать о двух важных моментах. Первое. Есть очень странный миф, и мне довольно-таки непонятный, что покрытие — это съёмка несколькими камерами одновременно. Это совсем не так. Безусловно, покрытие можно снимать сразу и на несколько камер, как-то делает тот же Дэвид Финчер, но может сниматься и на одну камеру. Второй важный момент — что покрытие значит ровно то же, что и мастер-сцена, то есть по принципу работы с ней. То есть вы снимаете общак или несколько общаков в зависимости от сцены одним дублем, а затем переходите к средним и крупным планам и снимаете их ровно так же — всю сцену, или сколько позволяет вам это сделать сама мизансцена. Вот это крайне важный момент, который обязательно нужно себе и уяснить, и про который редко упоминают. Потому что как часто бывает в жизни. Режиссёр что-то снял на общаке, что-то на средних планах, что-то на крупных. И при этом он эти действия или реплики делит таким образом, что всё вроде бы сходится. Допустим, вот это актёры скажут на общаке, это на среднем плане, а тут подойдёт там общак или там крупняк, неважно. Вроде бы всё с виду складывается. Но дело в том, что на монтаже почти нет выбора, нет возможности спокойно и нормально склеить такую сцену. И тут банальный пример — вот актёр играет не очень, или вы хотите вообще вырезать его игру. Вот я для примера снял сцену, где хочу вырезать реплику персонажа. В первом случае я снимаю АБК, то есть разбиваю реплики на конкретные планы, а во втором снимаю покрытием. То есть смысл ковера состоит в том, чтобы покрыть одним ракурсом максимально возможный объём сцены. Чем более... Слушай, тут чувак рассказывает про покрытие, говорит, это основной метод съёмки кино. Ты слышал что-нибудь об этом? Слушай, не слышал, в Афгике о таком не рассказывал. Слушай, я вот сейчас смотрю, мне кажется, норм тема. Да бросит очередной Саботовский, который несёт всякий бред. Слушай, да не, не похоже. Мне кажется, он реально шарит. Ты хочешь сказать, шарить лучше всех преподов в Афгике? Ты серьёзно? Очередной блогер-самоучка, который учит всех правильно снимать кино? Хватит смотреть этих дебилов. Ну чё ты так завёлся, ну не нравится тебе, не смотри. Чем больше кадр может захватить событий сцены без потери деталей, тем лучше. То есть смысл ковера состоит в том, чтобы покрыть одним ракурсом максимально возможный объём сцены. Слушай, сейчас смотрю ролик, тут вот чувак рассказывает про покрытие, говорит, основной метод съёмки кино. Ты слышал когда-нибудь о таком? Слушай, не слышал, в Афгике о таком не рассказывал. Блин, я так смотрю, мне кажется, норм тема. Да бросит очередной Саботовский, который несёт всякий бред. Слушай, да не, не похоже. Мне кажется, он реально шарит. Ты хочешь сказать, шарит больше, чем все преподы в Афгике? Ты серьёзно? Очередной блогер-самоучий, который учит всех учить правильно снимать кино? Хватит смотреть всяких дебилов. Ну чё ты так завёлся, ну не нравится тебе, не смотри. И теперь я попробую с каждой сценой вырезать реплику. Слушай, да не, не похоже. Мне кажется, он реально шарит. Ты хочешь сказать, шарит лучше всех преподов в Афгике? Ты серьёзно? Хватит смотреть этих дебилов. Ну чё ты так завёлся, ну не нравится тебе, не смотри. Да да бросит очередной Саботовский, который несёт всякий бред. Слушай, да не, не похоже. Мне кажется, он реально шарит. Ты хочешь сказать, шарит больше, чем все преподы в Афгике? Ты серьёзно? Хватит смотреть этих дебилов. Ну чё ты так завёлся, ну не нравится тебе, не смотри. И как вы видите, я ничего не могу сделать в этом случае, потому что у меня нет варианта перебиться или на реакцию другого героя, или на общак. Потому что всё у меня снято по репликам. И это немонтируемый материал, с которым ничего нельзя сделать, кроме джампката или вырезания этой сцены полностью. А теперь возьмём эту же сцену, снятую покрытием. То есть я снимаю всю сцену сначала общаком, а потом средними планами. И теперь, если я захочу вырезать реплику, у меня есть целых два варианта. Это выйти на общак или перебиться на реакцию другого героя. Какой из этих вариантов будет лучше, такой я и выберу. Но главное, что у меня они есть. В первом случае у меня вообще нет никаких возможностей. Поэтому я думаю, что тут всё довольно таки ясно. Наличие выбора всегда лучше, чем его отсутствие. Именно поэтому покрытие является основным способом съёмки в кино и самым надёжным и удобным. Потому что оно даёт свободу не только в монтаже, но и актёром. При таком способе съёмки актёр играет целый дубль и вы не дробите его игру. Съёмка методом по реплике на план эту игру уничтожит, потому что везде актёр будет играть по-разному и это приведёт к слому ощущения непрерывности в монтаже. И уж поверьте мне, это намного больнее, чем все золотые принципы монтажа Соколова. Третий метод съёмки – это перекрытие или метод тройного дубля. Это способ съёмки, когда вам не нужно полностью покрывать какой-то момент или же нет возможности снять какое-то действие с разных точек съёмки. Давайте возьмём пример, который я сделал в программе ShotPro. Человек заходит в бар и садится за стойку. В этой сцене я использую перекрытие. У меня есть четыре кадра, которые я наслаиваю друг на друга с помощью действия, в данном случае это ходьба. Вот герой заходит в бар, далее я подхватываю его движение на обратном плане в зал. То есть я технически снимаю, как герой входит и затем выходит из кадра. На монтаже я подхватываю эти движения героя и добиваюсь ощущения непрерывности действия, в котором я просто одно это действие повторяю в двух кадрах. Это и есть перекрытие или то, что называют съёмкой захлёстом. А давайте посмотрим, если мы снимаем без перекрытия, герой заходит и выходит из кадра, а далее снимаем сразу, как он уже идёт в кадре. Вы можете заметить, что склейка не очень комфортная, потому что не хватает захлёста, а всего-то надо было выйти из кадра, а в следующем кадре войти в него и таким образом получить более плавный стык. Далее я подхватываю героя на долле и он садится за стол и опять же я снимаю момент с захлёстом, чтобы мне более комфортно было найти тот момент, где лучше всего подхватить движение на склейке. И вот из этой сцены вытекает важный вывод о том, что любое действие нужно обязательно перекрывать при съёмке и неважно снимаете вы покрытием или перекрытием. Если вы снимаете с захлёстами, то вы оставляете за собой возможность склеиться на движении, а такие склейки являются самыми лучшими в техническом плане, так как лучше всего поддерживают ощущение непрерывности действия. Четвёртый метод это съёмки сцены одним дублем. Под этим методом понимается всеми любимый способ съёмки одним кадром. Это те самые длинные дубли со сложными за сценой, где камера находится в движении. Про съёмки таких кадров я говорил в отдельном ролике, а также на канале есть целых три видео с лучшими подобными сценами. Ссылки на эти ролики есть в описании видео. И наконец пятый способ это произвольный метод. Я думаю из названия сразу понятна его суть. При таком способе съёмки как правило снимают ручной камерой или стедикамом. Например сцена из фильма фрагменты женщины снята одним длинным непрерывным дублем около 20 минут. Это пример произвольного метода. Здесь актёры были максимально свободны в передвижениях, а оператор действовал больше инстинктивно, хотя и имел чёткие указания от режиссёра. Также произвольным методом снимал Жан-Марк Вале. Большинство его работ, особенно последних, снято на ручную камеру, что позволяло оператору быть мобильным и подстраиваться под актёрскую игру. Сами актёры имели полную свободу в передвижении по миссансцене. Единственное, что в отличие от прошлого примера Жан-Марк использовал межкадровый монтаж и поэтому он опирался на утверждённый им первый дубль и затем вокруг него строил остальной блокинг. То есть на практике он снимал первый кадр сцены, его финалил и следующий кадр снимал уже с учётом этого снятого, чтобы не страдала непрерывность. У такого способа съёмки есть свои преимущества и недостатки. Плюс этого метода в том, что он даёт свободу актёрам и не сдерживает их в конкретном блокинге. Артисты могут свободно перемещаться в пространстве, не думая о том, как встать на нужную метку или попасть в свет. При этом каждый новый дубль разный и это подстёгивает актёров, не давая скатиться в рутинной съёмке, что помогает сохранить свежесть актёрской игры. Но и у этого метода есть свои минусы и довольно ощутимые. При таком способе съёмки камера вращается на 360 градусов, что затрудняет освещение, потому что оператор очень ограничен в постановке света, ибо осветительные приборы тупо будут попадать в кадр. Да, есть решение в виде использования практических источников света и верхнего света, но не всегда этого достаточно, особенно если вы хотите использовать не очень контрастное освещение. Конечно же при таком способе велик шанс того, что актёр попадёт в тени, и это также может затруднить восприятие зрителя. Если посмотреть на острые предметы в оле, то можно заметить весьма грубоватый рисунок света тени, который является следствием отсутствия постановочного света внутри интерьера. Экспонировать такие сцены также очень сложно, потому что ты не знаешь в какой момент где окажется актёр, что не даёт возможности осветить его должным образом. Ну что ж, давайте подытожим всё вышесказанное. Самые важные методы съёмки – это мастер сцены, покрытие и перекрытие. По факту их принцип работы один и тот же. Вы охватываете как можно большее количество событий в сцены, в каждом дубле, в каждой точке съёмки, чтобы создать на монтаже затем при склеивание этих кадров, ощущение непрерывности и сделать монтаж более гладким и комфортным. Метод съёмки одним дублем сложными за сцены и произвольный метод – это довольно сложные способы съёмки, которые требуют много сил, денег, времени и, главное, подготовки. Поэтому стоит их использовать взвешенно и быть уверенным, что они являются лучшим способом рассказать истории. Надеюсь, эта информация стала для вас полезной и вы теперь лучше понимаете, как правильно снимать кино. Если это так, то ставьте этому видео лайк, пишите комментарии в поддержку или задавайте свои вопросы. А также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Не забыв, кстати, сразу включить все уведомления. Всем вам большое спасибо за просмотр и дохранит вас всех Отец Наш Небесный – Сергей Эйзенштейн. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому Добавил субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...